Утро четверга для сотрудников полиции началось с уже привычного рейда под названием мотоцикл и скутер-мопеды. Подобного рода проверки во время летнего сезона проводятся как минимум два раза в месяц. Они имеют профилактический характер и выявляют различные нарушения, будь то правила дорожного движения или правила безопасности нахождения на дороге. Проводим регулярные беседы, как правильно ездить, как двигаться на мототранспорте, как не попадать в ДТП, какая нужна экипировка, и как вести себя на дорогах, уважать других участников дорожного движения. В результате проверки были выявлены такие нарушения правил, как выезд на встречную полосу и проезд побочней во время заторной дороги. Такие объезды могут спровоцировать ДТП или создать новую пробку. Стоит отметить, что по новым правилам выезд на встречную полосу наказывается лишением прав от 4 до 5 лет или же штрафом в 5000 рублей. Стоит пробка 2 километра. Обвиняются в том, что осуществляешь движение по обочине. Ну а смысл тогда мотоцикла в чем? Чтобы стоять вместе со всеми в пробке. Одна из проблем, существенно отягчающих ДТП с участием мототранспорта, является пренебрежение к стрессам защиты. По данным российской статистики, доля мотоциклистов-жертв ДТП, которые передвигались без шлемов, выросла за последние 5 лет с 17% до 39,5%. С начала года на территории 10-го батальона ДПС произошло 12 ДТП. Из них 3 человека погибли и 12 человек ранены. Совет это ездить по правилам дорожного движения, не нарушать правила. Одевать мотоэкипировку, обязательно ездить в мотошлемах. Ну и стараться ездить помедленнее, поспокойнее. Спасибо. Профилактическая работа, кроме рейда, включает в себя и обучающие занятия. Систематически сотрудники полиции читают в школах лекции о правильном поведении на дорогах и беседуют с родителями юных скутеристов. С введением новых правил дорожного движения и привлечения к более жесткой ответственности на дорогах стало намного меньше несовершеннолетних. А рейды мотоциклов, скутер-мопед – одни из самых часто проводимых сотрудниками Одинцовской полиции. Как показывает статистика, дают ощутимый эффект по снижению происшествий. Инспекторы ГИБДД желают всем владельцам мототранспорта счастливого пути и напоминают, дорога шуток не любит. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.